Приветствую вас. Вы знаете, есть в психологии, в психологической теории такая игра, которая называется «ДАНО». Игрок в эту игру, он сам себя, сам себя, своими действиями ставит по факту в безвыходное положение, в безысходное положение. Предлагая людям, которые вокруг него, ну, скажем так, решить его проблему, если можно так вот выразиться. Игрок в ДАНО, это игрок, который сам, вот именно, именно сам, свои проблемы, как таковые, решать не готов. И мне думается, мне думается, что вот в первую очередь вам нужно определить для себя, видите ли вы сами проблему, да? Видите ли вы её. А если видите проблему, то в чём вы её видите? Конкретно. То есть смотрите, вы говорите, что я хочу быть экономным. В принципе неплохо. И очень хороший запрос. Заброс потрясающий. Хочу быть экономным. Но для этого совершенно очевидно придётся себя чего-то лишать. Скажем так, в чём-то себя ограничивать. Да? Да? Это в любом случае определённая сила воли. Вот. То есть если вы этого делать не планируете, да? То есть если вы не собираетесь, условно говоря, повышать свою силу воли, вот, то ситуация не изменится. То есть, грубо говоря, нельзя без работы с силой воли, да? Нельзя без работы над этим, значит, стать экономным. Так или иначе отказывать себе, да? Отказывать себе в чём-то придётся. И либо вы для себя признаёте тот факт, что нужно работать с силой воли, либо вы для себя этого факта не признаёте, с силой воли не работаете. Вот. И, в общем-то, ничего не происходит. Это первое, да? Чтобы вы поняли. То есть слабость, почему у вас слабая сила воли? Это уже нужно выяснять. Слабая сила воли объясняется неверным искажённым потребностным поведением. То есть, когда человек, скажем так, гонится за ложными идеями, гонится за ложными желаниями. Вот. И, в итоге, ни к чему не приходит. То есть, совершенно очевидно, что вот правильно вам сказал коллега, да? То, что вы не удовлетворены. И за счёт материальных благ пытаетесь, значит, компенсировать недостаток духовного блага, духовных благ. Только, понятное дело, что у вас это, получается, не будет. И вы будете продолжать тратить деньги, да? То есть, как бы, тратить больше, чем вы зарабатываете. Поэтому здесь нужно чётко определить, да? Всего вы хотите. Что вам нужно. В чём вы нуждаетесь. Ммм... Почему ведёте себя так? Ну, образно говоря. Да. Вот. И, соответственно, уже это корректировать. Важна, конечно же, и финансовая грамотность. Это безусловно. Да? То есть, без финансовой грамотности вам будет тоже очень сложно и тяжело что-либо в себе изменить. Вот. Нужны приоритеты, да? То есть, нужны чёткие приоритеты. Что-то на что я брачу, на что не брачу и почему. Нужно также для вас ориентированность на себя. То есть, если вы не можете себе что-то не позволить, это говорит скорее о том, что вы ориентированы во вне. Ну, во внешний мир. А не на, допустим, себя. Не на свои ощущения, на свои, скажем так, чувства. Вот. И так далее. И это на самом деле далеко не самый лучший расклад для вас, да? То есть, здесь рекомендуется лично-личностный рост. Ну, по крайней мере, вот я рекомендую, да? Здесь заниматься именно лично-личностным ростом вашим, да? То есть, смотреть на то, чего вам не хватает и, соответственно, исходя из этого, да, уже корректировать свою модель поведения. Понятно, что материальные блага вам, ну, ничего не дадут. Материальные блага нужны только для облегчения жизни, но, когда вы себе, вот, с новой, с новой, да, хотите что-то позволить, это скорее, вот, вы уже удовлетворяете какие-то свои, а, значит, потребности, другие, другие потребности, вот. Ну, например, 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 да, потребности во внимании, например. А, например, потребности, собственно, значимости, может быть, безопасности, вот. То есть, в этом-то, в самом себе, да, плохого ничего нет на самом деле. То есть, нет ничего плохого в том, что вы хотите, там, чувствовать себя как-то, вот. Вопрос заключается в том, что вы либо больше зарабатываете, да, то есть, вы больше обеспечиваете, обеспечиваете себя, вот. Либо вы себя больше обеспечиваете, либо вы ориентируетесь больше на духовность, на духовные ценности, на духовные желания, на духовные потребности. И учитесь удовлетворять их, ну, скажем, скажем так, не за счет денег, да. То есть, нельзя, нельзя требовать от вас смены поведения, да, нельзя требовать от вас изменения своего поведения. И от себя, кстати, вам требовать этого тоже нельзя, до тех пор, пока вы не разберете в том, чего же вы, собственно, хотите. Это. Это. Что вам нужно-то. Что вам нужно-то. Вообще. Вот. То есть, вот, нельзя, нельзя требовать от вас и вам от себя быть экономнее до тех пор, пока вы не очень хорошо понимаете, в чем вы нуждаетесь. То есть, ключевая мысль в том, да, что именно экономней, то есть, ставит цель себе запретить что-то, запретить себе, там, не надо, позволять то, что вы хотите сейчас. Но, друзья, это путь в никуда, на самом деле, потому что все равно вам будет хотеться, все равно вы будете хотеть, и все равно вы будете хотеть еще сильнее даже, ну, вот. И, по сути, все эти запреты, да, они, ну, приведут к тому, что вы просто будете сейчас сильнее хотеть. Вот. Того, что сейчас, например, хотеть. То есть, только если сейчас вы себе позволяете, и на какой-то момент удовлетворяете, да, твои потребности в этом. Вот. То, значит, как бы, в определенный момент, да, вы перестанете себе позволять это, перестанете себе, там, за себя что-то делать. Вот. И желание, ваше желание, оно, по сути, станет еще, еще сильнее, еще больше, и, как бы, жизнь превратится, по факту, в такую, знаете, постоянную борьбу. Вот. Ну, и хорошее в этом, бред, чтобы что-то было. Вот. Вот. Поэтому, лучше всего вам будет сейчас оставить, сейчас оставить все как есть. Вот. Вообще оставить все как есть. Себя ни в коем случае не урезать в расходах. То есть, ну, жить, как вы живете. Как бы это, ну, не было бы для вас негативно. Как бы это не было для вас тяжело. Вот. Жить, как вы живете. Сейчас. Но вместе с этим работать просто над своими желаниями. Чтобы понимать, с чего же я все-таки хочу, что же мне нужно. Как же, как же, как я вот пришла, пришла вот к таким, можно сказать, идеям, да. Как я пришла к таким идеям, что, вот, не могу, не могу себя контролировать в том, чтобы тратить. И я думаю, что вскроются некие базовые потребности, может быть, даже вскроются проблемы из детства, когда, например, вас ограничивали постоянно, не позволяли вам что-то. Ну, это такая одна из самых распространенных историй, когда ребенку, например, например, в детстве запрещали. там, ну, покупать, позволять себе, что-то он хотел. Вот. Ребенок, соответственно. А, да, ребенку не объясняли, почему это происходит. То есть ребенок, как бы, не очень понимал. Вот. Ребенок, что важно, родителям своим, ребенок не верил. Вот. То есть у него не было доверия родителям. Родители были к нему не совсем справедливы. Вот. Ага. Ну, в том смысле, что они могли его оставить без, ну, без того, что он хочет. Даже когда возможность была, ребенок это видел. Вот. И таким образом он привык к себе все подавлять. Вот. Но подавляя он, соответственно, как бы, подавлять то он подавлял. А вот, сами-то желания, они никуда не девались. Поэтому, по итогу, у ребенка сформировалась именно такая позиция, что официально, формально мне нельзя формально, но хочется, например, и если я могу сам себе позволить, да, то мой. Вот. Вот. А мы где-то одна из позиций родителей была. Такая. Что. Вот смотришь, сам себе, сама себе позволить, да, соответственно, давай. Вот. То есть ну вот, понимаете, да. То есть есть вопрос в ценностях. Есть вопрос именно в ценностях. И в данном случае можно говорить, что ваши ценности, они вот достаточно искажены. Вот. Поэтому, по сути, даже вот ваш вопрос, ваша формулировка, вопрос, как вот вы, значит, формируете свой вопрос, это говорит о подавлении. То есть как мне, кстати, экономить, как мне себя, значит, вот, ограничить. Ну разве ограничивать себя нужно? Вот, реально. Нет. Не ограничивать. Нужно о себе скорее заботиться. То есть, ну, нужно удовлетворять свои желания. Понимаете, если вы, вот, если вы, ну, делаете для себя что-то снова и снова, да, если вы там, хотите, хотите, да, там, снова и снова для себя чего-то, что это означает, что вы не удовлетворены, вы не можете удовлетворить себя полностью до конца, вы не можете удовлетворять себя постоянно. А это говорит только о том, это, в свою очередь, говорит только о том, что то, что вы выбрали, вот, ту стратегию, скажем так, которую вы выбрали для реализации своих желаний, та стратегия, которую вы выбрали для реализации своих желаний, эта стратегия является, ну, довольно-таки ограниченной, к сожалению, да? Ну, вот. Вот. Вот и все. Спасу. И вы либо отдаете себе в этом отсчет, да? Вот. Либо, либо вы, да, отдаете себе отсчет и начинаете что-то менять. Либо история будет продолжаться так, как она вот сейчас продолжается по факту. Вот. Я думаю, я думаю, примерно, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Надеюсь, что вы увидите направление, в котором вам по факту сейчас нужно двигаться. Вот. И надеюсь, что вы сможете все-таки увидеть правильный путь для себя, конструктивный путь, который поможет вам обрести гармонию и счастье. Это, еще раз повторяю, это не путь запретов и не путь самоограничений. По крайней мере, по крайней мере, самоограничения и запреты, которые вы можете себе поставить, не дадут вам, скажем так, такого, ну, успокоения. Такой, может быть, гармонии, какую вы хотели бы, которую вы хотите, не дадут. В любом случае, при всем желании, не дадут. Просто постарайтесь это запомнить для себя и уяснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.